Ковентри, город на востоке английского графства West Midlands, образует особый район со статусом City City of Coventry, известен своей фабричной промышленностью, особенно шляпными фабриками, также имеются фабрики часов, велосипедов, швейных машин, ковров, лент, кружев и т.д. В Ковентри находится штаб-квартира компании Jaguar Land Rover, представляющая автомобильные марки Jaguar и Land Rover. Ковентри прежде был окружен высокими стенами с 12 воротами, отличался своими торжественными процессиями, упомянут в поэме Теннисона Леди Годива, в честь которой и сейчас три раза в год устраиваются празднества. В городе находится собор С.В. Михаила в легком готическом стиле, разрушенный во время Второй мировой войны и отстроенный заново, а также собор С.В. Марии времен Генриха VI. Ковентри 9-й по числу жителей город в Англии и 11-й в Великобритании. Он также второй по числу жителей после Бирмингема в графстве, хотя на Тингем и Лестер больше по площади. Город находится в 153 километрах на северо-запад от Лондона и в 30 километрах на восток от Бирмингема. Из всех городов он находится дальше всех от побережья. Хотя Ковентри является городом с довольно большим населением, он и входит в список главных городов Великобритании, так как расположен в непосредственной близости от Бирмингема. Ковентри – родной город поэта Филиппа Ларкина и актера Клайва Луэна, барабанщица американской христианской рок-группы «Скелет» Джан Леджер, а также Софи Мишель Элис Бекстор, английской певицы, композитора, сольной исполнительницы. История Ковентри, по-видимому, образовался на месте поселения Бронзового века, располагавшегося в районе нынешнего центра города, где большая река – озера. Мягкий климат и обилие лесов обеспечивали пропитание и служили хорошим укрытием. В XIV веке Ковентри становится центром торговли тканью. К этому времени это был один из крупнейших и важнейших городов Англии. В 1345 году Ковентри получает статус города, в 1451-м становится центром графства. В XVIII и XIX веках Ковентри стала одним из трех центров Великобритании по производству часов, наряду с Прескотом поблизости от Ливерпуля и Клеркенвеллом в Лондоне. По мере упадка производства, связанного с конкуренцией с швейцарскими производителями и фабричным производством, в городе создавалось велосипедное, автомобильное и авиационное производство. В конце XIX века Ковентри стал крупнейшим центром велосипедной промышленности. В начале XX века велосипедная фабрика перешла на производство автомобилей и Ковентри стал важным центром английской автопромышленности. Несмотря на то, что в этой области было занято более ста различных компаний, в 2006 году последнее автомобильное производство в городе было свернуто. 14 ноября 1940 года в ходе битвы за Англию немецкая авиация совершила массированный налет на город. Исторический центр города подвергся значительным разрушениям и пожарам, однако огненного смерча удалось избежать. Благодаря осветительным ракетам, сбрасываемым на парашютах, наземные цели были хорошо видны, и непрерывная бомбардировка Ковентри продолжалась в течение 11 часов. Некоторые бомбы были нацелены на промышленные объекты, расположенные в окрестностях города, однако другие сбрасывались на центр города, создавая разрушающую стену огня, в которой сгорели 4330 домов и три четверти фабрик города. Число поврежденных зданий составило 60 тысяч. Всполохи огня поднялись на 100 футов в небо, а цветы пожара были видны на расстоянии 150 миль. Среди первых зданий, которые были разрушены в начале налета, был собор С.В. Михаила – единственный английский собор, пострадавший во время войны. В последующем году были совершены новые налеты на Ковентри. Особенно разрушительными были налеты 80 апреля 1941 года. Всего немцы бомбили Ковентри 41 раз. Последняя бомбардировка была в августе 1942 года. К концу войны в результате налетов в Ковентри погибло 1236 человек. Из них 808 лежат в братской могиле кладбища на Лондон-Роуд. В числе других погибших были добровольцы, работавшие в городе Ковентри во время войны. Их тела были вывезены домой родственниками в простых сосновых гробах. Многие тела никогда не были опознаны. Столь мощным бомбардировкам город был подвержен ввиду большого скопления оружейных и авиационных заводов. По названию города появился военный термин «Ковентрировать» – разрушить город ударами с воздуха. После войны город был в значительной степени перестроен. В 1962 году был освящен новый собор СВ «Михаила». Достопримечательности Главной достопримечательностью города является собор СВ «Михаила». Разрушенный во время налета немецкой авиации во Вторую мировую войну от собора уцелели только внешние стены и шпиль. Новый собор, построенный Базилом Спенсом, был открыт в 1962 году неподалеку от руин Старого. В соборе находится гобелен Христос во славе Грехема Сазерленда. Перед входом установлена бронзовая скульптура С.Т. Майклс Виктория Верзе Дэвил Джекоба Эпстейна. Шпиль разрушенного собора – один из трех доминирующих над городом с XIV века, два других – церковь Христа и церковь Святой Троицы. В музее транспорта находится большая коллекция английских автомобилей. Среди самых интересных экспонатов – два автомобиля рекордсмена по скорости. Автомобиль «Траск» в 1997 году стал первым автомобилем, превысившим скорость звука. Музей был существенно обновлен в 2004 году. В рамках реконструкции был построен новый эффектный вход. Вход в музей бесплатный. В городе также есть художественная галерея и музей авиации. В шести километрах от центра находится реконструкция римской крепости Форт-Ланд. Музей полиции состоит из исторической части и коллекции необычных случаев и курьезов. С городом связана легенда о Леди Гадиве, которой там установлен памятник. Население. Ниже показана динамика численности населения Ковентрии с начала XIX века. 1801, 21, 853, 1851, 48, 120, 1901, 88, 107, 1911, 117, 958, 1921, 144, 197, 1931, 176, 303, 1941, 214, 380, 1951, 260, 60, 685, 1961, 296, 016, 1971, 336, 136, 1981, 310, 223, 1991, 305, 342, 2001, 300, 844, 2007, 306, 700. Города-побратимы Ковентрии и Сталинград в 1944 году стали первыми породнившимся городами. Оба города подверглись жесточайшим бомбардировкам со стороны Люфтваффе. Это положило начало мировому движению породненных городов. Также, после окончания Второй мировой войны Ковентрии стал побратимом Дрездена. Оба города были сильно разрушены, это стало символом примирения. Волгоград, Россия, Лидице, Чехия, Сент-Этьен, Франция, Паркас, Новый Южный Уэльс, Австралия, Грац, Австрия, Сараева, Босния, Герцеговина, Белград, Сербия, Варшава, Польша, Кан, Франция, Корк, Ирландия, Арнём, Нидерланды, Дрезден, Германия, Острова, Чехия, Болония, Италия, Дунау и Варош, Венгрия, Галатс, Румыния, Кичкюмит, Венгрия, Кингстон, Ямайка, Ковентри, Коннектикут, США, Виндзор, Антария Канада, Гранбе, Квебек, Канада, Ковентри, Рот-Айленд, США, Ковентри, Нью-Йорк, США, Карнуолель, Антария, Канада, Цзинань, Китай